Друзья, всем привет! Вечерние мысли. Очень много информации, поэтому хочется поделиться. Кругом становится все больше людей, которые страдают от пандемии, от пневмонии. И уже слишком явно и подозрительно становится то, как относятся к людям заболевшим. Пневмонией, коронавирусом. Повсеместно, как минимум могу сказать, в Чувашии точно не знаю, как в других регионах. Людям плохо, а их не забирают в больницу. Они уже там приходится обращаться во все инстанции. Недавно разговаривал, вчера, позавчера у людей, родители заболели. Вплоть до того, что заслуженный врач дома с коронавирусом в больницу просто не ложит. Мест нет свободных, а когда положили, положили в коридор. В то же время власть стремится показать, что койка не становится все больше и больше. Статистика идет на убывание. Возможно, какая-то статистика идет на убывание, только в цифрах. По факту, самая главная проблема, это то, что абсолютно, скажем так, либо это указание сверху, что очень вероятно. Иначе откуда вот такая смелость? Врачи полностью отказывают, не забирают. Люди звонят, а к ним никто не приезжает. И многие такие моменты печально заканчиваются. Люди вообще не доезжают до больницы, ставят диагнозы. Другие, в крайнем случае пневмония, либо уже в этом состоянии, у кого-то там в сердце проблемы начинаются. И второй момент, о котором хотелось бы сказать, и очень важный момент, он напрямую, видимо, связан с первым. Это подбивание статистики такой, чтобы расслабить население и спокойно пропустить принятие Конституции, которая сейчас активно рекламируется. Вот в последние две недели вкладываются в это огромные средства, рекламы, баннеры. Оплачиваются, видимо, звезды, которые это рекламируют, популярные люди, скажем так. Все это понятно, это мощная пропаганда. Почему не уделяется столько внимания разъяснению этих поправок? Каждого этого пункта, разъяснению населения, у большинства, у кого не спросишь, никто до сих пор не знаком. Нигде, ни на каких, то есть информационных, скажем так, способах связи с населением этим не занимается. Занимается только пропагандой, разъяснением, почему, для чего это нужно, поправки. Никто это не говорит, нигде этого нету. Делайте это. Это же нужно, важно для понимания. Есть общение, есть понимание. Иначе только селом, деньгами вот этой рекламы, пропагандой, лидерами мнения, то есть многого-то, мне кажется, и не добьемся. Сделайте объяснение, разъяснение каждого пункта, для чего, почему, с чего это началась вообще идея. Внесение изменений в Конституцию, для чего это нужно. Каждый пункт по отдельности. Не несколько, один, два, три пункта завуалированных, которые, возможно, действительно полезные и нужные. И основываясь на их, там пропустить сразу целый винегрет пунктов. Каждый пункт. И, соответственно, второй момент, о чем, как бы, практически каждый разумный человек сейчас говорит, наверное, отдельное принятие каждого пункта, либо группа пунктов. Дать выбор населению такой, а не за и против и одним хопом пропустить. В этом плане возникает единственная мысль, то есть на этом голосовании голосовать против и сделать раздельное голосование. Это не против поправок всех, а против такого вот похабного, силового просто внесения изменений и управления массами людьми. Мы хотя бы таким образом увидим и поймем, нас вообще слышат, как население или нет. Проголосовать против и следующим этапом проголосовать уже за конкретные пункты. Потому что общаясь в любом кругу, в любом практически кругу общения, не найдется большинства, в котором точно проголосуют за. Либо точно нет, либо люди считают, надо почитать, вникнуть и потом посмотрим. Это меньшинство. А по факту, то есть по результату голосования, конечно, посмотрим, но сейчас еще непонятно. Обязательно, каждый, каждый житель должен обязательно пойти и сделать свой выбор. Выникните, посмотрите в поправки, что там вообще. Ответственны за внесение поправок, за конституцию, сделать и разъяснительную работу с населением. А они уж примут решение. Они в единоличном формате. В общем, все эти мысли направлены, главное, на то, чтобы люди, во-первых, были здоровы, жили в стране, в которой хотели. И чтобы действительно население слышало власть. Диалог, общение было, пожелания, а не односторонний формат управления. Всем хорошего вечера.